Здравствуйте! В студии Дмитрий Кличёв. В рамках визита в Пермский край министра открытого правительства Михаила Абазова мы затронули вопрос о внедрении рискоориентированного подхода в деятельность государственных органов. И вот сегодня мы хотели бы продолжить эту тему. Недавно на федеральный портал проектов нормативных правовых актов, а я бы рекомендовал вам, уважаемые зрители, обратить на него внимание, так как там публикуются проекты документов, на которые вы можете подать свои замечания, и их обязаны будут рассмотреть. Так вот, на портале был опубликован документ с неприметным названием «Проект постановления российского правительства» о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации. Что же скрывается за столь расплывчатым названием? А там меняется система надзора в сфере защиты прав потребителей. Государственный надзор теперь должен осуществляться с применением рискоориентированного подхода. Плановые проверки должны проходить на основании отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска. Проще говоря, каждому ИП и юрлицу в зависимости от вида деятельности должен быть присвоен свой риск-статус. Устанавливается новая периодичность проверок юридических лиц в зависимости от их статуса. Определены критерии, на основании которых такой статус присуждается. Они разделены на группы по тяжести вреда, его вероятности наступления и поведения самого наблюдаемого. Готов или нет он нарушить требования. Базово для всех отраслей определены границы рисков, которые могут присуждаться и, соответственно, предприниматели смогут понимать, с какой частотой в принципе у них могут проходить плановые проверки. В худшем или лучшем случае. Конечно, это пока лишь проект постановления, и в него могут быть внесены изменения, возможно, существенные. Но чем раньше вы с ним познакомитесь, тем выше шанс, что не только сможете подготовиться, но и повлиять на его итоговый вид. Например, у данного проекта постановления срок завершения общественного обсуждения заканчивается 25 июля. А теперь к другим новостям. Взлета цен на гречку не будет, отмечают эксперты. В краевом минсельхозе пояснили. Основной поставщик гречихи в Прикамье – агропромышленные предприятия Алтайского края. А там из-за хорошего урожая средняя цена на продукт в сравнении с прошлым годом уже снизилась на 30%. В нашем регионе в промышленных масштабах гречу не выращивают. Производится она лишь как медоносная культура и для расчета с работниками. В этом году в Пермском крае посеяно 54 гектара данной культуры. Это в Юрлинском районе и Большесосновском районе. Основной производитель гречихи – Алтайский край производит 46%. Требует к себе пристального внимания и она созревает при условиях сухого, жаркого лета. Впрочем, прогнозы на урожай в целом не самые оптимистичные, отмечают эксперты. Снижение цены на гречку не повлияет на стоимость других товаров. По прогнозам, продукты на прилавках магазинов могут подорожать уже к осени. Главные факторы повышения цен в России, по словам профессора кафедры маркетинга Паганево Ольги Новиковой, курсы валют и цена на баррель. Увеличение курса евро и доллара от 12 до 15% за последние две недели, то, что мы наблюдаем, это в любом случае приведет, если курс не вернется на прежний уровень, то это приведет к увеличению цен. Случится это не раньше, чем через три месяца, успокаивает эксперт. Именно через этот промежуток времени, по прогнозам, производители смогут ощутить реальное увеличение стоимости ингредиентов сырья и оборудования. А это, в свою очередь, приведет к увеличению цен на полках супермаркетов. Руслан Пепеляев, Алексей Немтинов, телекомпания «Аветта». До открытия нового терминала аэропорта в Перми считанные месяцы. Места в нем будет больше, привлекательность для авиакомпаний выше, соответственно, появится возможность переманить пассажиропоток из соседних городов. И первые признаки такой возможности налицо. Пермики – люди расчетливые. И в случае чего мы полетим в жаркие страны из соседнего Екатеринбурга. Экономия ради. Впрочем, там туристы тоже умеют считать деньги. И точно так же, ради той же экономии, они готовы лететь из Большого Савина. Особенно, когда есть зачем. Вот, к примеру, 20 июля, 11 ночей, Турция, Марморис. Пермские цены – 85, 88, 91 – это на двоих. А вот цены в Екатеринбурге – 166, 167, 169. И это те же самые отели. И ситуацию нам подтвердили сразу в нескольких туристических агентствах уральской столицы. Да у нас многие туристы улетают. Кто из Челябинска, кто из Перми, потому что иностранцы Екатеринбурга – высокие цены. Если есть возможность, то лучше к местной Перми улететь. На самом деле в данной ситуации нет ничего удивительного. Такое достаточно часто бывает, так как стоимость туров из Перми достаточно привлекательной бывает, чем из Екатеринбурга. И жители Екатеринбурга очень часто вылетают из Перми. Впрочем, как говорят эксперты туристической отрасли, тенденцией это не становится. Скорее уместно говорить о ряде случаев. Опять же, леха беда начала. В конце концов, сделать вылеты из Перми более выгодными, нежели у соседей – задача хоть и сложно выполнимая, но вполне реальная. Роман Попов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter подвели итоги первого полугодия 2017 года и выбрали главные новости рынка труда Пермского края. Менеджер по продажам – самая популярная вакансия в регионе. Эта профессия уже не первый год находится на пике популярности. 42% местных работодателей искали себе имена специалистов по продажам. На втором месте по востребованности банки инвестиций лизинг – 17%. На третьем месте информационные технологии – 12%. Общее предложение от работодателей в Пермском крае в первом полугодии увеличилось на 1%. Сильно упало количество вакансий в тех сферах, в которых клиенты стали более разборчивы и требовательны к бизнесу наука – минус 46%. Управление персоналом – минус 43%. Административный персонал – минус 40%. А вот студенты в этом полугодии нужны больше, чем в прошлом – плюс 10%. Выросло число вакансий для специалистов в сфере инсталляции и сервиса юристов и автобизнеса. Немного увеличилось количество вакансий с конкретным указанием уровня заработной платы. Количество резюме в Пермском крае за год выросло на 29%. Больше всего за последние полгода выросло количество предложений в сфере домашний персонал – плюс 58%. Рабочий персонал – плюс 43%. Наука образования – плюс 35%. Сейчас в Пермском крае наблюдается умеренный уровень конкуренции – 5 человек на одну открытую позицию. Наибольший интерес у соискателей вызывает сфера госслужбы – 25 кандидата на одну вакансию. Аудитерская фирма «Инвестаудит» провела исследование сроков экспозиции жилонедвижимости Перми. Оказалось, что самое короткое среднее время от выставления на продажу до заключения сделки относится к Мотовилихинскому району. Три месяца – самое длительное. В Орджоникизовском районе – 4 с лишним месяца, пишет портал «Метросфера». В разрезе зонирования наименьшее время на экспозицию уходит в зоне 4 – Акулова, Железнодорожный, Комсомольский, Пролетарский, Авиагородок, Иранище, Нагорный, Верхняя Курья, Висим, Запрут, Владимирский, Красного, Крохолева, Промзона, Южный. Три и два месяца. Наибольшее в зоне 6 – Верхний Мулы, Закамск, Октябрьский, Второй микрорайон, Гаева, Домостроительный, Камгес, Камский, Кислотные дачи, Левшина, Молодежный, Чапаевский, Энергетик, Липовая гора. 4,1 месяца. В разрезе количества комнат быстрее всего покупают двухкомнатные квартиры, дольше всего четырехкомнатные и больше. По итогам прошлого года 20 пермских компаний попали в топ-100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири. Общий совокупный объем экспорта всех участников исследования составил более 23 миллиардов долларов. Лидером-экспортером в Пермском крае остается ПАО «Уралкалий». Компания сотрудничает более чем с 60 странами. Еще одним из лидеров экспорта остается и предприятие «Метафракс». Это, по сути, единственное крупное предприятие на территории Кизиловского угольного бассейна, которое не просто смогло устоять в 90-е, но и в настоящее время наращивает объемы производства. В 2017 году инвестиции компании превысят 10 миллиардов рублей. Сейчас завершается второй этап реконструкции производства метанола, что позволит увеличить мощность агрегата. Кроме того, обновлен подвижный парк компании. Приобретено сразу 56 цистерн для перевозки метанола и формалина. В планах компании в 2020 году ввести в эксплуатацию новый комплекс «Аммиак-карбамид-меламин». На этом у меня все. С вами был Дмитрий Крещев. Всего вам доброго. Продолжение следует...